Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара. Все события прошедшей недели на валютном рынке вращались вокруг ожиданий публикации основного отчета по уровню занятости в США, а также результатов выборов в Великобритании. Именно они определили торговые условия и атмосферу на валютном рынке. Греческий вопрос в последнее время также оставался ключевым для европейских рынков, хотя и несколько утратил свою остроту для инвесторов. Переговоры по плану реформ в Греции продолжаются уже несколько месяцев, однако новое правительство все еще не пришло к соглашению с ЕС. Правда, в последние дни появились сигналы о том, что премьер-министр Греции Алексис Ципрос все-таки пойдет на уступки. По крайней мере, в отсутствии соглашения греческое правительство действительно пошло на некоторые антикризисные меры, обязав государственные компании переводить свои накопления на баланс Центрального банка. В остальном ситуация в европейской экономике за прошедший месяц не претерпела существенных изменений и вряд ли изменится в течение мая. Розничные продажи за март в годовом выражении выросли на 3%, против прогноза 2,8%. Инфляция, несмотря на меры, принимаемые Европейским Центробанком, остается пока нулевой, а сдерживающим фактором здесь выступают низкие цены на нефть. Причем даже с учетом подъема цен до 65 долларов за баррель угроза резкого роста инфляции в еврозоне невелика. К тому же еще одним сдерживающим фактором для роста инфляции выступает и высокая безработица, составившая в марте в среднем по Европе 11,3%. Более того, учитывая действующую в последнее время тенденцию роста курса единой валюты, связанную с переносом ожиданий сроков повышения ставки ФРС на четвертый квартал или даже на начало следующего года, инфляция в регионе в ближайшие месяцы может понизиться еще более. Следовательно, программы стимулирования европейской экономики и дополнительные финансовые вливания от ЕЦБ будут продолжаться, а значит понижающее давление на евро сохранится. Кроме того, в условиях экономической стагнации сильный евро – это последнее, что нужно Европе, особенно на фоне восстановления цен на нефть и возможной дефляции. Известно, что ЕС является крупнейшим в мире импортером энергоносителей и в случае укрепления евро и роста внутренних цен европейской промышленности и ее экспортным отраслям будет нанесен весьма существенный урон. Вследствие этого и с целью недопущения потери конкурентоспособности на европейскую продукцию высока вероятность как минимум вербальных интервенций со стороны ЕЦБ и национальных центральных банков некоторых европейских стран. Отсюда следует, что и с этой стороны понижающее давление на евро будет усиливаться. Технический анализ ценового движения пары также предупреждает о вероятном возобновлении и снижении единой валюты. Волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, образование на вершине подъема разворотной свечной модели рикша, недельный таймфрейм, предупреждают о развороте пары на снижение. В этих условиях в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем снижение курса единой европейской валюты в новом цикле ее нисходящего движения. Целевые уровни снижения 1.1178, 1.1137, 1.11, 1.1070, 1.1040, 1.10 и 1.0977. Продолжаем также контролировать уровень предыдущего максимума 1.1391. Пробой вверх этого уровня и закрепление пары над ним скорректируют прогнозы и вызовет рост курса единой европейской валюты к ключевым уровням сопротивлений 1.14 и 1.15, в зоне которых ожидаем завершение подъема и разворот пары на нисходящее движение к вышеназванным целевым уровням нашего прогноза. По паре фунт-доллар. Как уже было сказано, выборы в парламент Великобритании стали на прошедшей неделе основным драйвером ценовой динамики британской валюты. До объявления результатов многие инвесторы попросту предпочли держаться в стороне от рынка, чтобы избежать потенциальных всплесков волатильности. В связи с этим ценовая динамика пары формировалась в этот период в боковом диапазоне движения. Теперь же, когда период неопределенности закончился, результаты известны и консерваторы получили право сформировать правительство на однопартийной основе. Рынки вздохнули с облегчением, поскольку стало ясно, что подвешенного парламента не будет. Реагируя на итоги выборов, быки по фунту сумели пробить ключевые уровни сопротивления 1.53, 1.54 и 1.55, зафиксировать новый максимум на ценовом уровне 1.55.21, однако закрепиться выше 55-й фигуры не смогли. Впрочем, настрой рынка пока остается благоприятным, а попытки снижения демонстрируют сохранение сильного спроса на спадах. Таким образом, восходящий потенциал пары еще не исчерпан, и на следующей неделе мы ожидаем повторные попытки тестирования 55-го уровня. Вместе с тем, анализ ценового движения пары показывает перекупленность британской валюты на недельном и дневном таймфреймах, что говорит об ограниченности восходящего движения фунта. При этом технические индикаторы на младших таймфреймах сигнализируют о краткосрочном снижении, предупреждая нас о первоначальном продолжении текущей нисходящей коррекции. Исходя из вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю краткосрочное снижение пары, а затем подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.5540 и 1.5570. Далее ожидаем возобновление снижения пары к следующим целям 1.54, 1.5350, 1.5320, 1.53, 1.5270, 1.5235 и ниже в направлении очередного ключевого уровня поддержки 1.52. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова